Музыка Закрытые административно-территориальные образования существуют во многих регионах страны. В основном это муниципалитеты, где большинство населения военные. Все эти города разные, но многие проблемы, существующие в них, совпадают. Для того, чтобы решать их общими силами, и была создана общественная организация Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России. На сегодняшний день в нее входят 28 зато по всей стране. При этом 5 из них в Мурманской области. На закрытых территориях живет около 20% всего населения региона. В этих образованиях проживает более 100 тысяч жителей Мурманской области. Это практически каждый седьмой житель. И мы понимаем это, к сожалению, на сегодняшний день данное, что проблемы в зато копились годами. Это и состояние инфраструктуры, состояние дорог, состояние жилья. Это, конечно, негативно сказывалось на настроении жителей. И мы понимаем, что зато это органы местного управления, в которых проживает большое количество военнослужащих. Это города с гарнизонным проживанием. И это не может не сказываться в том числе и на настроениях тех, кто защищает рубежи России в нашей области, которая является форпостом в Арктике. Последние несколько лет депутаты и правительство Мурманской области стараются ситуацию исправить. Решить накопившиеся проблемы. И в первую очередь внимание обратили на состояние жилья. Многие дома обветшали, в них течет кровля, в межпанельные швы задувает холодный ветер. Да и заброшенных зданий хватает, что в целом портит вид муниципалитетов и вгоняет жителей в уныние. Уже в этом году в закрытых городах началась реновация. На эти цели выделили около миллиарда рублей. В прошлом году был подготовлен детальный план реновации ЗАТО. Спасибо федеральному правительству за поддержку. Общая сумма финансирования составила без малого миллиард рублей. И в 2021 году большой объем мероприятий, большой объем работ был выполнен. Это не осталось незамеченными жителями. Коснулась реновации социальных объектов, инфраструктуры, дорог и приведения нормативного состояния жилых помещений, которые располагаются в ЗАТО. Эти два факта и стали основной причиной, по которой ассоциация ЗАТО в этом году на конференцию собралась в Мурманской областной думе. По мнению председателя общественной организации Сергея Ермоленко, руководителям закрытых муниципалитетов со всей России есть чему поучиться у управленцев из нашего региона. Одним из поводов проведения конференции именно в Мурманске связано с тем, что Мурманская область явилась одним из первых регионов, где одна из насущных проблем ЗАТО начала решаться. Благодаря активной работе губернатора Мурманской области, правительства Мурманской области, депутата Мурманской области, это обновление жилья, реновация жилья. Вы знаете, что благодаря Андрею Владимировичу Чибису, его активной позиции были решены вопросы, связанные именно с реновацией жилья в военных городках и закрытых административно-терресионных образованиях. Я думаю, что те главы ЗАТО, которые сегодня приехали на это мероприятие, это из Дальнего Востока, это из Сибири, это из Урала, это из Поволжья, ну, из всех регионов приехали главы ЗАТО для того, чтобы посмотреть, как реально здесь работают органы власти, как идет решение вопросов органами местного управления именно в закрытых административно-терресионных образованиях и, соответственно, перенять опыт и передать свой опыт другим главам ЗАТО. Реновация – вопрос актуальный и насущный для тех, кто продолжает жить и служить в военных городках. Но что делать тем, кто вышел на пенсию и теперь хочет поменять холодные ветры побережья Кольского залива на более мягкий климат? В ЗАТО работает программа переселения, но, к сожалению, ее финансирования не всегда достаточно, уверены депутаты. И это тоже тема для конференции. Большинство, я бы сказал, что они традиционные. Самый главный вопрос, это всегда возникает. Сегодня будем поднимать вопрос, это переселение граждан из закрытых территорий, которые уже ушли на пенсию. И вот предыдущее заседание ассоциации, которое проходило в Подмосковье, я сам был и на это заседание ассоциации, и вопрос поднимался увеличения финансирования на переселение граждан из закрытых территорий. Я после этого, мы и на Думе принимали решение, писали обращение к вице-премьеру туда еще Хисматулину с тем, чтобы увеличить финансирование на закрытые территории, на переселение. У нас есть ответ, где было сказано, что бюджет на это сверстан, денег нет, но при рассмотрении бюджета на 22, 23 и 24 годы, это будет учтено. Посмотрим, как получится. Поэтому, я думаю, что такие вопросы крайне важны. Есть и другие моменты, которые волнуют жителей ЗАТО, а с ними муниципальные и областные власти. И они обычно общие для всех городов, закрытых за шлагбаумом КПП. А потому и решать их удобнее общими усилиями. Вы знаете, конечно, любая встреча, которая проводится в таком формате или в любом другом, когда встречаются просто представители отдельных ЗАТО, безусловно, мы все эти встречи проводим с надеждой, что мы ускорим решение тех проблем, которые возникают и существуют до сих пор у нас. Сдвинется ли это сейчас? Ускорится ли процесс решения? Надежда на это есть. Хотя мы реально понимаем, что проблемы наших ЗАТО, всех ЗАТО, которые были созданы Министерством обороны, они накапливались достаточно долго. И считать, что они сейчас в один момент, эти проблемы разрешатся, ну, наверное, нет. Но пошагово двигаться к этому надо. И мы, безусловно, понимая даже вот сложность тех проблем, которые существуют, стараемся вырабатывать вот именно тактику такую, что, конечно, не все сразу. Но чтобы движение вперед при решении наших проблем, чтобы эти движения были. Управленцы ЗАТО других регионов жалуются на недофинансирование. Например, волнует эта проблема Камчатский край. Крупные инвесторы в закрытые города не заходят. А потому там в практику вошло сотрудничество с малым и средним бизнесом. Предприниматели помогают, поддерживают финансово начинание администрации. Но и федеральные власти от людей не отворачиваются. Сложность по городу, конечно, как всегда, любой глава ЗАТО скажет, нехладко денег. Так как в закрытых городах инвестиций почти нету, земля принадлежит в основном Министерству обороны. Но предприниматели много помогают. Идет развитие военного городка, вот нашего, большое строительство. Целый квартал Министерство обороны будет строить в следующем году. Идет снос домов. Около 10 домов будет в следующем году снесено. Строится у нас детский сад, сейчас новый, на 260 мест. 5 домов у нас строится по программе Министерства строительства Российской Федерации для переселения граждан, которые утратили связь с Министерством обороны. В Мурманской области ситуация выглядит позитивнее. Например, за Озерск. Ремонтируются дороги, строятся спортивные сооружения, а в следующем году в городе начнут сносить заброшенные жилые дома. Опять же, по программе реновации. За последние годы очень много сделано для развития малых городов, городов ЗАТО. И в нашем городе отремонтировано 70% дорожного фонда за последний год. Помимо этого, очень важный проект, его нельзя не отметить, это строительство ФОКа. То есть бассейн, который мы сейчас строим, это будет великолепным досуговым местом провождения наших граждан. И замечательно, что когда губернатор поехал с инспекцией по строительству, он отметил, что там только одна чаша, только для взрослых. И он сказал, что должна быть вторая чаша для детей, для того, чтобы жители не чувствовали себя чем-то обделёнными ещё. То есть поскольку семьи, семьи военнослужащих, они все с детьми. И дети, они должны быть точно так же, как и в большом городе, как в Мурманске. Они должны получать полностью всё то же самое. Несмотря на то, что жизнь в ЗАТО зачастую гораздо суровее, чем в обычных городах, военнослужащие жалуются крайне редко, отмечает Михаил Ильяных. И тем не менее, это не значит, что надо мириться с существующим положением дел. Депутаты областной думы и не мирятся. Ежегодно при планировании бюджета они стараются изыскать средства для решения проблем закрытых административно-территориальных образований. Конечно, наши люди готовы терпеть многие неудобства. Ну а когда жители всё-таки, хочешь не хочешь, связаны с военной службой, хоть и убрали там из устава, да, стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Но тем не менее, это всё равно подразумевается. И люди к этому уже целенаправленно готовы, приезжая сюда, по крайней мере, к нам, на территорию Мурманской области, к этому готовы. Но это не значит, что этих проблем нет, и мы не видим этих проблем. Вот сейчас у нас проблемами зато практически занимаются те люди, которые сами очень много лет прожили в этих затох. То есть это знаешь уже сам. Когда ты это знаешь, для тебя не обязательно, чтобы это приходили с жалобами на те или иные проблемы. А ты, понимая эти проблемы, должен сам выстраивать свои взаимоотношения и с органами власти, и с населением, получая, безусловно, поддержку для того, чтобы потихонечку решать все эти вопросы. К сожалению, приехать в Мурманск для обсуждения смогли далеко не все представители зато. Ковид пока не позволяет собирать большие конференции. Поэтому часть участников, среди которых в том числе были и депутаты Государственной Думы, присутствовали в режиме ВКС. Тем не менее, вклад региональных депутатов и правительства области в решение проблем закрытых городов оценили по достоинству. Награды Ассоциации за то получили председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой и заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков. Редактор субтитров А.Семкин